Несколько месяцев назад мы записывали видео на тему, как обналичить деньги на территории Турции гражданам России. Но сейчас ситуация изменилась и пришло время обновить информацию о свете последних событий. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Начнем. В течение последнего месяца все страны, которые в той или иной мере позволяли пользоваться российской платежной системой МИР на своей территории, одна за другой отказались от нее. И Турция тоже не осталась стоять в сторонке. Все турецкие банки один за другим заявили об отказе обслуживать банковские карты МИР. И на сегодняшний день не осталось ни одного банка, который позволил бы снять деньги в своих банкоматах с таких российских карт. Хотя до сих пор проскакивает информация, что кому-то все-таки удается обналичить деньги с карты МИР с того или иного банкомата то в одном, то в другом уголке Турецкой Республики. Но таких случаев все меньше с каждым днем. Поэтому про карту МИР следует забыть и никаких надежд на нее не возлагать, если отправляешься в Турцию. Биткоины, к сожалению, тоже перестали быть надежным инструментом в выводе денег из России. Кто интересуется этим вопросом, тот в курсе, что в восьмой пакет санкций против РФ вошел запрет на использование европейских криптокошельков владельцам паспортов РФ. И если сейчас пока доступен Binance, то нет никакой гарантии, что это надолго. Поэтому и на этот способ мы бы сильно не полагались в долгосрочной перспективе. Но те, кто сейчас уже в Турции и срочно заботился о необходимости обналичить свои деньги, можно воспользоваться выводом биткоина. В Турции криптовалюта легализована и пунктов выдачи наличных здесь на каждом шагу. Нужно лишь погуглить и посмотреть по сторонам. Особенно много таких пунктов в центре Стамбула на европейской стороне города. Ну или озаботься и выведи свои криптовалюты с бирж на холодный кошелек. И пускай он у тебя будет всегда с собой в кармане. До недавнего времени работала карта UnionPay, но, к сожалению, теперь карту, выпущенную российскими банками, блокируют, и она перестала функционировать за границами России. В целом, на сегодняшний день более-менее стабильно работает лишь два способа. Первый способ, многократно проверенный нами, это золотая корона. Нужно всего лишь скачать приложение из плеймаркета, создать себе аккаунт на российский паспорт с указанием номера телефона, куда будет приходить код с банка, с которого ты выводишь деньги. Имей в виду, что золотая корона работает только с банками, которые не попали под санкции. Это точно Райфайзенбанк, и пока работает Тинькоффбанк и Газпромбанк. Газпромбанк, кстати, с сегодняшнего дня большие проблемы испытывает с золотой короной. Ну вот так вот, каждый день все меняется. Да. Можно следить просто этим. Кстати, на момент записи видео, Газпромбанк и мобильный банкинг за пределами России тоже не работают. Еще через раз присылает код Банк Санкт-Петербург, но он берет полтора процента от суммы перевода. Те банки, которые находятся под санкциями, просто не присылают код. Сбер и ВТБ не работают. Карты этих банков совсем бесполезны за границей. При переводе денег кому-то или себе через золотую корону, необходим турецкий номер. И, внимание, это важная деталь. При заполнении данных получателя, даже если ты переводишь деньги себе в графе отчества, отчество не указывать. Все графы заполнять в точности, как указано в твоем загранпаспорте, то есть латиницей. Если укажешь отчество, то пункт выдачи деньги не выдаст, так как данные с загранпаспортом не будут совпадать. Если отчество все же указано, то небольшую сумму, до 5000 лир, могут выдать на почте ПТТ, либо же следует исправить данные прямо в приложении, там есть такая возможность, либо запросить возврат денег. Они приходят на карту обратно обычно в течение трех дней, но разницу конвертаций уже не вернут. Приложение позволяет перевести рубли в трех валютах, евро, доллары и турецкая лира. Но получить доллары или евро в пункте выдачи в Турции практически невозможно. Валюты обычно не бывает в наличии. Выдадут в лирах. Если очень нужны доллары или евро, то следует зайти в пункт выдачи перед отправкой денег и попросить заказать эту валюту в нужной тебе сумме. Многие пункты выдачи идут на это, но сильно надеяться на это не следует. Ну или можно там закорешиться, коробку конфет принести, или упаковку пахлавы, поговорить, и тогда, скорее всего, будет нормально. Сможешь договориться. Нам такие дела удавались. Курс золотой корони очень выгодный. На момент перевода он будет указан в приложении после того, как введешь необходимую сумму и выберешь валюту и нажмешь кнопку рассчитать. Комиссию сама система не берет. Есть ползунок справа, который стоит просто отключить, чтобы не было списано 99 рублей за сообщение об осуществлении перевода. Ну, ты же переводишь сам себе, ты будешь знать, что тебе поступил перевод. Ну да. Зачем тебе это сообщение? Все, что нужно заплатить, это разницу конвертации. В каждом банке суммы разные. Еще некоторые пункты выдачи стали брать 1% от суммы выдачи. Ну, это человеческий фактор. Обычно платеж приходит тут же, его сразу же можно идти получать, пункт выдачи. Но в последнее время обработка платежа стала затягиваться и занимать от 3 до 7 дней. Периодически приложение дает сбой. Если с тобой такое случилось, не переживай, это просто система перегружена. Повтори попытку чуть позже. В список пунктов выдачи указан приложение по разным городам. В одном только Стамбуле их 381, а в Анталии их 70. Короче, их ног по Турции. Лимит средств в месяц через золотую корону на получение составляет 10 тысяч долларов. На вывод из РФ 1 миллион рублей. Но совет, не переводи одной транзакции большую сумму, так как в одном пункте выдачи не сможешь получить всю сумму и с этим возникнет лишняя нервотрепка. Тебе выдадут лишь часть суммы, потом скажут, что надо прийти завтра за другой частью. Могут дать бумагу об этом оставшимся долге, а могут и не дать, заверив, что волноваться не о чем, они обязательно с тобой рассчитаются. Ну и к чему тебе бессонные ночи и тревоги по этому поводу? Так, можешь несколько дней ходить в этот пункт и вылавливать свои средства. Так что, если сумма большая, делай несколько транзакций по 10 тысяч рик. Так, сможешь спокойно обойти несколько пунктов выдачи и за один день получить свои деньги без лишних нервов. А еще, если у тебя есть карта турецкого банка, то система позволяет получить деньги сразу на карту. Но вот здесь есть подвох. Нужно попасть в сумму, которая будет доступна для зачисления. Вот, например, сумма в тысячу лир не зачисляется на карту и сумма в 10 тысяч лир тоже не зачисляется. А вот сумма в 5 тысяч или 7 тысяч лир зачисляется. Названные суммы мы лично опробовали зачислить на карту Зират Банка. И вот такая вот была фигня. То есть, вот этих вот данных четко, вот какая сумма зачисляется на Зират, а какая нет, их вот нет нигде. Это только методом проф и ошибок. А еще есть лимит зачисления на карту, установленный самим банком. И если будешь переводить доллары или евро, банк возьмет комиссию за конвертацию. Еще сейчас в Золотой Короне появилась возможность переводить деньги по ИБАН сразу на счет в банке. Но эта возможность пока не работает. Деньги зависают на неделю, две, а потом просто тупо возвращаются обратно. Поэтому пока не экспериментируйте. Еще не отлажена система. Ну, так-то вот по Золотой Короне вроде вся информация. Если возникнут вопросы, задавай их в комментариях. Следующий способ это контакт. Вот такая вот иконка, на экране ты ее видишь. Система, которая периодически выводит Турцию из списка доступных для перевода и периодически вводит ее обратно. С чем это связано? Черт его знает. Но вот сейчас Турция там есть и система позволяет совершить перевод из России в Турцию. Пункты выдачи можно посмотреть прямо в приложении по разным городам Турции. Перед тем, как делать перевод, посмотри, есть ли пункт выдачи именно в твоем городе, так как в маленьких городках просто может не быть этого пункта выдачи. Лимита на перевод в месяц в этой системе нет. Все ограничено лишь российским законодательством. Сейчас это 150 тысяч долларов в месяц на одного человека. Приложение это работает со всех гаджетов, как телефона, планшета, так и компьютера. При регистрации система будет запрашивать верификацию твоей личности. Это значит, что нужно будет заполнить все графы паспорт, смелс, ИНН и даже ОМС. Зачем им надо эти данные, не знаю, но они просят. После верификации откроются все функции приложения. Когда будешь указывать номер получателя, нужно будет указать номер через дефисы и через цифру 7. Если это российский номер, например, 7-921- и дальше уже остальные цифры. Без тире. Тире только 2. Можно также указать и турецкий номер. Там тоже по той же системе через тире. При указании данных получателя также указывать имя и фамилию, как указано в загранпаспорте или в ИКОМЕТе ВНЖ в Турции. Без отчества и только латиницей. Контакт берет комиссию за транзакцию от 4 до 7 рублей за одну транзакцию в зависимости от банка, с которого перевод осуществляется. Банки, находящиеся под санкциями, могут не прислать код подтверждения перевода, поэтому используют банки, на которые не наложены санкции. Доступные валюты к переводу это доллары и евро. Курс приложения выгодный. Эта система, к сожалению, не дает возможности зачислить деньги на карту турецкого банка. Я пробовала и каждый раз вылазит ошибка. Получение только наличной. Возможно, они это когда-то исправят. Итого, на сегодня есть аж два безопасных способа вывода средств из России в Турцию. Золотая корона и контакт. Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить важную информацию. Ставь палец вверх, если видео было полезным. Свои вопросы, замечания, предложения или истории можешь писать в комментариях. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. А еще у нас есть почта.